МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Кто станет профессионалом года? Впервые в истории города Муравленко проходит конкурс с таким названием. Нефтяники уже определились с кандидатурами участников. В флорбол играют настоящие мужчины. Сотрудники «Газпромнефть» Муравленко пробуют силы в новом для себя виде спорта. О чем рисуют дети, бывший мэр Муравленко Василий Быковский презентовал горожанам свою новую книгу. Начну, пожалуй, с главной новости недели. На Ямале прошла эстафета Олимпийского огня. Стартовала она 4 ноября в Новом Уренгое. Ямал открыл эстафету Олимпийского огня по территории Уральского федерального округа. Главный символ Олимпийских игр по улицам Салихарда и Нового Уренгоя пронесли 120 факелоносцев. Среди них жители не только Нового Уренгоя, но также других городов Ямала и России. Особенности ямальского этапа эстафеты в том, что огонь перевозили на гироциклах, квадроциклах, коньках, оленьях и собачьих упряжках. Огонь пересек 66-ю параллель, побывал у Стеллы Стерхи. Мемориал о памяти жертв политических репрессий его также пронесли через мост факел. И завершилась эстафета на Ямале в Ледовом дворце Салихарда, где прославленный ямальский тренер Хамит Ахатов и губернатор округа Дмитрий Кобылкин зажгли городскую чашу Олимпийского огня. С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, согласно которым в водительских правах появляются новые категории и подкатегории. Их список расширен до 16, в частности в документе появилась категория М – мопеды и скутеры. Это означает, что уже начиная с сегодняшнего дня выезжать на дороги на этих транспортных средствах можно только с соответствующим водительским удостоверением. Впрочем, для Муравленко более актуально другое нововведение. Теперь у кандидатов в водители появилась возможность обучаться и сдавать экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач. Но в дальнейшем управлять автомобилем они смогут только с такой же трансмиссией. Для этого в правах в графе ограничения будет ставиться соответствующая отметка. Те же, кто обучался и сдавал экзамен на автомобиле с механической трансмиссией, могут управлять машиной с любой коробкой передач. Еще одно нововведение. С сегодняшнего дня никто не сможет сдать экзамен в ГАИ по так называемой самоподготовке. Более подробно об изменениях в законе мы расскажем в ближайших выпусках новостей. По инициативе администрации города впервые в Муравленко проводится конкурс «Профессионал года». Цель – выявить специалистов, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности. От «Газпромнефть» Муравленко в конкурсе принимают участие 8 человек. С одним из номинантов встретился Эрнест Бавшин. По словам начальника отдела развития и подготовки персонала «Газпромнефть» Муравленко Оксаны Кузнецовой, на градообразующем предприятии все работники бесспорно являются профессионалами в своем деле. Выбрать из них лучшего и представить на конкурс – эта задача была не из легких. В филиале «Газпромнефть» Муравленко работают все 3000 высококвалифицированных сотрудников. Поэтому сделать этот выбор было очень непросто. В связи с тем, что количество ограничено, и от нашего предприятия мы могли сделать только лишь 8, поэтому были направлены заявки во все наши структурные подразделения, и из каждого структурного подразделения уже выдвигался определенный номинант. В итоге по одному сотруднику «Газпромнефть» Муравленко номинированы как лучший работник связи и информационных технологий. 6 человек поборются за звание «Лучший работник нефтяной и газовой промышленности». Один из претендентов на это звание – Евгений Лизгинцев, заместитель начальника производственно-технического отдела управления добычей нефти и газа. Я думаю, что вообще это хорошая идея, что это, ну скажем так, для молодежи популяризация трудовых профессий. Я думаю, надо привлекать больше людей, больше молодых людей, чтобы они были заинтересованы в этом. Я думаю, это, ну, хорошее такое подспорье для этого. На предприятии Евгений Лизгинцев трудится с 1998 года. Начинал он помощником слесаря-ремонтника в первом цехе добычи. Здесь он проработал почти 10 лет и прошел все ступеньки карьерного роста. Затем была работа в седьмом цехе в должности заместителя начальника, а четыре года назад Евгений перешел в управление по добыче нефти и газа. Выдвижение своей кандидатуры на конкурс считает почетной миссией и гордится тем, что руководство признает его заслуги. Кандидатуру каждого конкурсанта будет рассматривать специальная комиссия, в состав которой войдут работники администрации, представители организации, общественности. Торжественная церемония награждения профессионалов года состоится в декабре в Доме культуры Украины. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, Новости нашего города. Значимость системы дошкольного образования отмечена со стороны государства. В соответствии с новым законом, дошкольное образование теперь является неотъемлемой частью общего. А его представители нынешней осенью впервые смогли собраться в Москве на Всероссийском съезде, чтобы обсудить проблемы своей сферы. Об актуальности вопросов говорит и тот факт, что дошкольных работников приветствовали министр образования и науки Дмитрий Ливанов. От имени президента к педагогам обратился Андрей Фурсенко. Ямал в собрании представляли двое специалистов, один из которых Муравленковский. В нашей традиционной рубрике «Актуальное интервью» беседа с главным специалистом управления образования Ириной Воскобейник, побывавшей на Всероссийском съезде. Какие проблемы озвучивались на съезде? Озвучивалась нехватка детских садов, и это проблема, которая должна быть решена до 2016 года, как через введение новых объектов дошкольного образования, так и возврата в сферу дошкольного образования, когда-то переданных зданий и помещений. И акцентировалось внимание также и на открытии частных дошкольных учреждений. И это немаловажно. Без помощи частного бизнеса, безусловно, эта проблема будет решаться дольше и тяжелее. Если говорить о доступности дошкольного образования на сегодняшний день, в стране, в целом, в городе, у нас, на Ямале, то было сказано выступающими и о том, в частности, это Ольга Голодец, она проговорила, что в некоторых регионах уже и решен вопрос очередности. Называлась и Москва, Московская область, в том числе и Тюменская область. У нас на Ямале пока эта проблема существует, в нашем городе эта проблема тоже существует, и мы надеемся, что с введением нового детского сада эта проблема будет решена. Какую практическую значимость имеет съезд для простого среднестатистического горожанина, родителя, имеющего ребенка дошкольного возраста? Самое основное, наверное, то, что на всю страну было заявлено о значимости дошкольного образования. Это впервые, потому что в Министерстве образования на различные ступени образования работали целые отделы, а дошкольным образованием Оксана Скоролупова одна в Министерстве занималась дошкольным образованием. Но это тоже как один из показателей отношения к дошкольному образованию было. На сегодняшний день сам министр образования заявил с высокой трибуны, что дошкольное образование значимо в России становится, что самоценность дошкольного детства поддерживается. И от того, что ребенок увидит в дошкольном детстве, при поступлении в школу, как он будет развиваться, от этого зависит будущее вообще всей нашей России лет через 30. День народного единства в «Газпромнефть» Муравленко отметили спортивными соревнованиями. В течение двух дней, 3 и 4 ноября, состоялись десятки встреч по нардам и флорболу. Если нарды уже хорошо знакомы для нефтяников вид спорта, то турнир по флорболу состоялся впервые. Праздничные турниры в День народного единства стали продолжением осенних игр «Газпромнефть» Муравленко, стартовавших в сентябре. 3 ноября спорткомплекс имени Павла Садырина собрал любителей нард. Успешнее остальных в этом виде соревнований стали работники 11-го цеха добычи нефтегаза, которые и завоевали первое место. Второе у команды 4-го цеха добычи. С третьим результатом завершили поединки по нардам сотрудники цеха ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования. На следующий день спортивную эстафету подхватили соревнования по флорболу. Можно сказать, состоялся муравленковский дебют этого вида спорта. По сути, флорбол – это хоккей в зале. Вместо шайбы – легкий пластиковый мяч. Спортсмены используют специальные клюшки. Кстати, тоже гораздо более легкие, чем хоккей на льду. Поэтому у игроков из всей защитной экипировки только маски вратарей. Неудивительно, что первым чемпионом по флорболу стала сборная аппарата управления, основу которой составили игроки Сэр Варка, лидера Ямальской хоккейной лиги. Финальный матч, где соперниками аппарата управления выступила команда 11-го цеха добычи, завершился со счетом 8-2. Бронзовым призером стала сборная 5-го цеха добычи, завоевавшая этот титул, одержав верх над игроками 4-го цеха добычи. Ощущение очень приятное. Хотелось бы еще раз поиграть. И занять уже первое место, там и третье. Непременно участник каждого спортивного турнира «Газпромнефть Муравленко» начальник 11-го цеха добычи Виталий Мельник и в этот раз был на площадке. На пути к серебру его команде в течение дня пришлось сыграть 4 матча в каждом по 20 минут игрового времени. Выдержать такую нагрузку оказалось непросто, тем не менее новый вид спорта и в его команде приняли с интересом. Достаточно интересно, потому что если взять меня в частности, то я последний раз клюшку брал в руки лет 25 назад. Поэтому что-то не забыл. Нормально отыграли. Почаще. Нужно вообще, наверное, этот вид спорта еще в «Спартакеаду» включить. Возможно, так и случится, подтверждает директор спорткомплекса Николай Фролов. Опыт первых соревнований оказался успешным. Несмотря на новизну, турнир по флорболу собрал сразу 14 команд. Мы, в общем-то, решили попробовать, как это примут коллективы, подразделения. И, как мы сегодня увидели, достаточно активно приняли участие в подразделении. Даже есть мнение такое, что включить этот вид, сделать этот вид спорта-киадным. Завершающим аккордом соревнований стала церемония награждения. Победителям и призерам вручили грамоты и денежные призы от профсоюзного комитета предприятия. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник, Вадим Братчик. Новости нашего города. Хороший шанс получить призы есть и у городской команды по пожарно-прикладным видам спорта. С 6 по 8 ноября в Ноябрьске пройдут окружные соревнования поезд безопасности, в которых Муравленковская сборная уверенно лидирует уже на протяжении двух лет. Наша съемочная группа встретилась с участниками команды, которые в эти дни активно готовятся к предстоящему розыгрышу Кубка соревнований. Максим Иванов в нынешнем учебном году заканчивает четвертую школу. Он пока не определился с выбором профиля в лицее, куда собирается поступать после девятого класса, но точно знает, что дальнейшая жизнь будет связана с профессией пожарного. Это его второе участие в поезде безопасности, но в соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта выступал много раз. Максим – серебряный призер и трехкратный чемпион России по пожарно-прикладному спорту. Вспоминает свое прошлогоднее участие в соревнованиях. Соперников было достаточно, но мы готовились долгое время, и поэтому нам было легко. Что-то сложнее давалось, вот из стафета мы проиграли. Третье место заняли. Тяжело было, не смогли. Сейчас настрой какой? На победу, конечно. На все сто. Хочется выиграть еще раз. Муравленковская команда юных спасателей готовится к соревнованиям полтора месяца. Сборная активно участвует в первенстве, ежегодно занимая призовые места. А в последние два года наши ребята уверенно завоевывают переходящий кубок соревнований. Сейчас пятерым мальчишкам предстоит, что называется, навести последние штрихи перед выездом, отработать визитку и закрепить уже полученные навыки. Парни проходят тренировку по многим направлениям предстоящих соревнований. В первую очередь у нас это подъем по штормовой лестнице, фиксация дивана противогаза, медицина будет и эстафета. Там конкурс получается у нас еще по рисунку, то есть несовершенно с огнем. Судя по тренировкам, видно, что мы готовы на 97%. То есть готовы полностью. А 3% это просто надо закрепить. Подготовкой команды занимаются специалисты управления ГО и ЧС и управления образования. Они оценивают шансы нашей сборной как высокие. Татьяна Сорокина, Тимофей Сопельник. Новости нашего города. В июне текущего года в «Газпромнефть-Муравленко» были подведены итоги внутреннего конкурса рисунков, посвященных охране окружающей среды среди детей сотрудников предприятия. Лучшие работы были отправлены для участия в аналогичном конкурсе, но уже в рамках компании. Лучшие работы юных художников от каждого дочернего предприятия компании были представлены на выставке в офисе корпоративного центра в Санкт-Петербурге. Всего в конкурсе приняли участие свыше 100 работ, посвященных Году экологии. Жюри оценивало уровень художественного мастерства, эстетическое содержание и оригинальность. В итоге два представителя «Газпромнефть-Муравленко» заняли призовые места. В возрастной категории от 7 до 13 лет первое место завоевал Артем Гаврилов, а в категории от 14 до 18 лет призовое третье место досталось Алексею Бекеру. Победители были отмечены дипломами и ценными призами. Я этой картиной хотел изобразить то, что люди хотят спасти природу. И надо держать баланс между нефтяными газовыми промышленностями и животными. Передать красоту нашей природы, чтобы она оставалась такой же красивой, чтобы промышленность не выходила за определенные рамки. «Антология рисунка детей и молодежи Ямала» – так называется новая книга Василия Быковского, которая недавно вышла в свет. На днях автор побывал в Муравленко и провел презентацию издания. В районе Субмута есть археологические раскопки. По Мальяха-4 называется. Там обнаружены стойпища людей, которым около 8 тысяч лет. Понимаете? То есть люди здесь жили давно. И в нашем понимании, вот когда начали вымирать мамоты, сюда пришли люди. Василий Быковский, доктор экономических наук, профессор Тобольской духовной семинарии, автор многих книг и научных статей о Ямале, а также почетный житель Муравленко, представил свою новую книгу, в которой собраны рисунки воспитанников образовательных учреждений города. В ярких репродукциях, которых в книге более тысячи, отражены жизнь, быт, традиции народов Сибири и Урала. Красота северной природы, а также современная эпоха, связанная с освоением Севера. Как прокомментировал Василий Быковский, в прошлом мэр Муравленко, он сейчас ведет активную жизнь, преподает в Тобольской духовной семинарии, пишет научные статьи, выступает с лекциями. С его новой книгой «Антология рисунка детей молодежи Ямала» в электронной версии читатели уже могут ознакомиться на страницах сайта профессор-быковский.ру. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. А подробную информацию о том, что произошло в городе и регионе за последние часы, вы всегда можете узнать на сайте муравленко.рф. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 6 ноября в Салехарде плюс 12, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. В ноябрьске 16 градусов мороза, юго-восточный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 6 ноября минус 16, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.